Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель в студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. На Гомельшине будут створены рабочие группы по контролю за подрыхтовкой техники до Сяубы. Реконструкцию будинка, призначенных для регионального управления Следующего комитета, плануют завершить в этом году. Жихар Добрского района упал в колодеж, провел в ледяной воде колесе Мигадзин и застался живым. У Гомеля открылось науковое кафе. А сейчас об этом и иншим больше подробно. На Гомельшине створаются рабочие группы по мониторингу подрыхтовки сельскохосподаршей техники до весновых полевых работ и оперативным выращением ответственных пытаний. Выники проверки будут разглядаться на оперативных нарадах у керовников и канавчих комитетов. Такие меры предупреждены рашением облвыконкам. Техничной готовностью тракторов и агрегатов до посевной потекавилися наши корреспонденты. На Гомельске мотороремонтном заводе ремонтом сельскохосподаршей техники, зайчинными и импортными комплектующими займаются больше 10 лет. Еще в 2003-м местные специалисты прошли стажировку в США, после чего на предприемстве начали ремонтовать американские диатройты. 6 лет тому до них додали немецкие руковики фирмы «Дойц». А про то, в этот спис можно уключить агрегаты, выработанные в Беларуси и России. Сегодня наемность в опытных специалистов и сучасных обсталеваниях, дозволяя вернуть на палетки практически любую технику. Сельскохосподаршие предприемства об этом ведают, але займаться ремонтом по коль не спешаются. На сегодняшний день уже дали порядка 8 двигателей для энергонасыщенных тракторов. В принципе, завод на сегодняшний день готов принимать в ремонт от 25 до 30 двигателей энергонасыщенных тракторов. Это серия «Детройт», «Дойц» 10-13 и 20-13. Одна из основных причин того, чему у господарка хымкнуться проводить ремонт уласными силами – финансовая. На гумельским моторарамонтным гэта ведают, але звертают увагу на той факт, что и профилактикой многие не вельми имкнуться займаться. Во усилляком разе диагностичная лаборатория со специальным обсталеванием для проверки техники у полевых умовах территорию завода покидаем нечасто. Межтым сегодня у областном комитете по сельской господарции Харшаванни агучуют оперативную информацию. Готовность до весновых полевых работ тракторов греху больше, як 80%. У тым леку энергонасыщенных 75. Комбинованных глебопроцовщих пассивных агрегатов больше, як половы. Самые низкие темпы по подрыхтулцам тракторов у Брахинским, Жлобинским, Калинковицким районах. Для завершения ремонта сельско-господаршей техники до весновых полевых работ у целом по в области необходимо 23 млн. рублей. Проблема с финансированием буквально на днях ремонтных работ решена. Подключены все ремонтные предприятия нашей области. Все занимаются. Я думаю, что подстанет даже губернатором к концу февраля техника должна быть 100% области готова. Мы приложим максимум усилий, чтобы эту сдашу решить. Олешин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Габанько. Телерадокомпания «Гомель». Старшиня Следующего комитета Республики Беларусь Иван Наскевич сегодня ознайомился с ходом реконструкции будинка, призначенного для управления Следующего комитета по Гомельской области. За три годы работ тут освоено меньше, як половы продогреженных сродков. Реконструкция будинка, размещенного у центра Гомеля, почалась у Снежни 2013 года. За пятый часу смоцнены проемы подвалу, надбудованы еще один поверх и изроблены новый дак. А про чатаго, за минулый час у проект были унесены изменения, что зарабило его больштанным. Разом с тем, по широку причин с 9 миллионов запланованных рублев по куль освоено только калят трех с половой. У ближайших планах подведение системы отцепления и внутренние работы. Сгодно с заданием, будинок повинен быть сдаден в эксплуатацию у Снежни этого года. Дарыч и зараз управление Следующего комитета по Гомельской области один и у Беларуси, а кое немае властного будинка. Финансовая ситуация в стране не до конца позволяет нам быть уверенным в том, что мы в максимально короткие сроки сможем это строительство закончить. Но я, наверное, возьму на себя смелость сказать, что вот даже в таких условиях получается изыскать финансирование. И в рамках госинвестпрограммы часть средств все-таки направлена в это непростое время на строительство. И то, что я увидел сегодня, в принципе, не обнадеживает. Я вижу, что строители работают. И те деньги, которые удалось сюда направить, они потихоньку, конечно же, применяются. На первый квартал у нас есть уже понимание с правительством о том, что будет часть денег сюда направлена. И я надеюсь, по крайней мере, я искренне надеюсь, что в течение, может быть, ближайшего года это здание будет введено в эксплуатацию. До инших тем провел у ледяной воде Каля-Сямих-1 и застался живым. После опадения у колодец Жихар-Добрыжского района не только смог протрыматься там без допомоги рекордную колькость часу, але практически не отрывал никаких проблем со здоровьем, окроме огульного перохолоджения организму. Уникальный выпадок отбылся у поселку Рассвет-Добрыжского района. На передании Каля-Сямих-1 ранец Жихар этого населенного пункта вышел на улицу за водой, однако не утрымался на ногах и взвалился у колодеж глубиной 5,5 метров. Самостойная спроба выбраться наверх скончилась неудачей. На крыке об допомозе никто не откликауся. И только после часу дня на место здарения прибыл сын потерпелого, и при допомозе ланцуга колодежа разом с сябром вытягнул батьку на поверхню. Выбраться бы полз. Пять раз не получилось. Каким образом? Ну там же цепь, потопи, а стенка. То есть все время вы находились в воде? Ну, да. Дарыш из медитинского погляду, гэта выпадок выходит за рамки звычайного представления обмакчимости человека знаходится долгий час у ледяной воде. Напередо днедённая температура поветра у регионе не перевышала 10 градусов морозу, а температура воды у колодежи плюс 4. Если люди в такой воде проводят больше часа, как правило наступает остановка сердца, или если человек выживает, то развивается почечная недостаточность. В данном случае нашему пациенту ничего не грозит. У него сердце работает прекрасно, и почки тоже. Протягиваем выпуск вывышать проблему, яке хвалюют наставников и батьков, таким чином вырошить их на початковой стадии. Начальник отдела адукации, спорта и туризма Гомельска Гагарвы Канкама Ганна Мельникова провела прием жихаров города. Он пройшел городским кадетским в училище. Ся рот разглядженных питаний допомога отримания педагогичной эдукации былым военнослужащим, яке працуют у кадетских в училищах. А про таго людей хвалюют изменения, яке продуглеживаются новой редакцией кодекса об эдукации. А до новых полномодствов, опекунских советов, да, навучания детей с 5 годов. Увагуле, по слову Ганны Мельниковой, специфика зворотов грамадян, шматывающим залежит от периода года. Коли, например, у Красавику и Май людей будут хвалювать питания отримания места у детяших садах и школах, то зараз основная увага сбору сродков для потреб школ и обороны законных интересов неполнолетних. Размова и дел у приватности об выявлении детей, яке знаходятся в социально небеспечном становище и работе с батьками. Оптимально сконцентрировать внимание всех заинтересованных и в короткие сроки ситуацию вернуть в благоприятное русло. Поэтому наша задача в этой части именно вот таким форматом выездных встреч, насколько это можно проводить как прием, так и консультирование, помогать родителям найти ответы на различного рода вопросы. Уход науки Гомельская областная библиотека имя Ленина открыла «Навуковое кафе». Новый проект «Немай аналога Украине». У его организации извернулися до опыту замежных коллег. Первыми гостями кафе стали гомельские навуковцы, молодые аспиранты и студенты. По задумке, одно и че в месяц «Навуковая громадская» будет устракаться с наведывальниками библиотеки, чтобы в свободной дискуссийной форме за окупком кавы, цих горбат и размовлять на навуковые темы. У день открытия гостя обмерковали опошние досягнений сучасной навуки и поразважали про ее махчимости. Вогуле темы «Сустрэч» расписаны на год. В наступный раз наведывальники кафе обмеркают питание сучасного мовознавства. Мы надеемся, что все-таки практическая значимость у нашего проекта есть, потому что популяризация науки это наша цель. Чем больше людей узнают о науке, о ее развитии, о какие отрасли на Гомельщине особо популярные развиваются, я думаю, что в этом и есть практическая значимость. Гэты и инши новины вы сможете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.cibergomel.by Я с вами развитваюся, сачуйте за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин